Значит, все очень просто. Сказки, обман. Солнечный остров открылся в туман. В последнее время слышим много криков с разных сторон политического нашего холма. С одной стороны кричат, давайте все национализируем, значит, вот там не справляются. С другой стороны кричат, нет, давайте все приватизируем. Ориентиров нет. Неплохих, хороших ориентиров нет. И до сих пор мы открываем очередную красивую обертку, там дерьмо. И нас это ничему не учит. Говорят, ребята, все хорошо, ну вас всех нафиг. Отдавайте мне бриллиант, отдавайте мне триллионы. С таким внутренним рынком, конечно, так можно сказать, Владимир Николаевич. У нас-то население в 10 раз меньше, чем у них. А почему так? Опять-таки, а кто снизил то самое наше население? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале Александр Бугалев и Народ. И сегодня на связи со студией директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад тебя приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, коллеги, просто зашедшие на поговорить с нами. Ну и всем здравого смысла. Я надеюсь, что сегодняшнее впреждение позволит нам потренировать наш здравый смысл право-лево. Может быть, будет интересно. Да, и у нас там такая канареечка, как всегда, посвистывает, друзья. Не судите строго, это враги на линии. Ну, звук такой, он такой почти природный, так что думаю, что враги нам не помешают. Знаешь, вот, может тебе, конечно, не понравится, я тебя хочу сердечно поздравить на правах твоего товарища, с прошедшим днём рождения. Уверен, что наши зрители к этому поздравлению моему присоединятся, тем более, что для многих из них ты стал таким ориентиром в нашей непростой жизни. Знаешь, ориентиром и одновременно надеждой, что ты и такие люди, как ты, они эту жизнь в какой-то момент поправят, отремонтируют и сделают лучше. Энергии, мой дорогой, здоровье и многое лето. Спасибо, спасибо, но для себя всегда считал наиболее неприятным действием это, не дай бог, разочаровать те ожидания, которые с тобой связывают те или иные люди. Поэтому вот здесь слишком большой аванс, это тоже плохо. Я стараюсь аккуратно с этим делать. Но я перехожу на вы, мы с торжественной частью покончили, переходим к эфиру, как положено, к формату. Владимир Николаевич, вот не знаю, как вам, а мне, но вот сейчас ситуация в нашей стране напоминает, помните, была такая знаменитая франшиза Кэмерона «Терминатор», фильм «Терминатор 2», когда там вот этого жидкого «Терминатора Т-1000», которого играл великолепный Роберт Патрик, как-то на него там случайно уронили цистерну с жидким азотом. И как-то сам он примерз, и вокруг него все тоже замерло. Вот так и вот в моей любимой стране ситуация как-то так замерла, не в политической сфере, и в экономической, и в социальной. Как думаете, надолго ли это, и что потом? Ну, два момента. Вспоминаю, так сказать, классику, да? Значит, все очень просто. Сказки, обман. Солнечный остров, крился в туман. Нет райской птицы, среди вранья. Кто-то ошибся, ты или я. Значит, по большому счету, есть заморозка, нет заморозки. Давайте так, ситуация, которую сейчас так или иначе мы наблюдаем, долго продолжаться не может. Она так или иначе куда-то развернется. Чем бы не закончилась специальная операция и то, что выглухте ее, она развернет движение в нашей стране в ту или иную сторону и очень быстро. Как только появится что-то похожее на ту или иную хорошую или плохую определенность. Поэтому вопрос в том, что как долго может продолжаться ситуация неопределенности, я думаю, не очень долго в данной ситуации, потому что она, в принципе, не может долго продолжаться из-за конечного ресурса противообоствующих сторон. Я так скажу аккуратно. Поэтому вопрос, я думаю, все ощущают, что мы на пороге грандиозного движения туда или сюда. Я так скажу аккуратно. А вот уже куда нас двиганет, надеемся, что на этот раз будет не так, как обычно. А какие у нас варианты? Ну, надежды юноши питают, хочу вам сказать. Вот недавно Борис Юречка Горлицкий, хороший социолог, даром что иностранный агент, о чем мы, к сожалению, обязаны упомянуть, делился результатами социологии качественной. В какой-то фокус-группе опрашивал людей, и кто-то из его респондентов сказал, что, ну да, тяжело, коммуналка, ну, стандартный набор жалоб наших соотечественников. Да, сводим концы с концами, да, детишек тянем. Но главное, говорит, мирное небо над головой, войны нет. И никто из присутствующих в помещении людей в этой фокус-группе, никто ему не возразил. То есть вот для большинства наших соотечественников, вот это я не говорю ни к сожалению, ни к счастью, просто констатирую факт, что-то вовне их семьи, их повседневной жизни, их работы, ну вот это все как-то остается за пределами их внимания. Это я так полагаю, что тоже ненадолго. Но когда вот это вот предсказанное вами оживление начнется, мы сможем, мы не нужны, Владимир Николаевич, как эксперты нашим зрителям, потому что если курс будет выбран верный, то тогда он будет приводить к восстановлению потенциала нашей страны, приумножению ее ресурсов финансовых, людских, творческих. А если курс будет неверный, то и потенциал будет продолжать расходоваться, и деньги будем куда-то непонятно куда девать, и люди у нас будут как-то уменьшаться, а не пребывать. Вот по этому поводу, по поводу каким должен быть верный курс, вот вам есть что сказать, Владимир Николаевич. Я вот замолкаю. Ну, смотрите, у меня сложилось впечатление, я могу согласиться с многими, ну так, условно говоря, теми, кто подкритиковывает чуть больше, чуть меньше происходящее, что многие процессы развития в стране нашей за последние 30 лет, если это можно сказать, развития, она подменялась лозунгами и симулированием развития с той или иной целью. Ну, по поводу того, было ли симулирование развития, не было ли симулирования развития, было ли настоящее развитие, мы дивились вперед или нет. Ну, давайте так, я не сторонник выдумывать какие-то непонятные цифры, что все плохо или все хорошо, я сторонник пользоваться хотя бы той статистикой, которую реально дает наш Росстат и наши официальные органы. Давайте будем придерживаться этой информации. То, что сказал Борис Кагарнистки, причем уважение, ну, есть какая-то фокус-группа, она показала информацию субъективную, другая фокус-группа еще закажет, какой мне другой человек, она покажет другую информацию. А вот официальная статистика нашего государства, наверное, то, что попытаться с темным видом допущения, в общем-то, можно и пользоваться. И по этой статистике, ну, зале увидим, что уровень жительного населения с 2012 года у нас не только не вырос, он даже с них был, с 2012 года. То есть за 10 лет мы, наверное, одна из немногих стран в мире, которая, в общем-то, не показала, даже официально не показала рост уровня. Да, мы показали, у нас произошло некоторое снижение бедности в стране, по нашей статистике, но при этом уровень жительного населения у нас не вырос. Правда, с точки зрения математики, у меня тоже в этой ситуации возникают вопросы. Если у нас уровень жительного населения, объем наших нищих и бедных уменьшился в процентном отношении и в абсолютном том числе, значит, он за счет чего мог уменьшиться? При том, что у нас не вырос уровень жительного населения. Значит, у нас стали беднее и богатые, верно ли? Они должны были поделиться с бедными для того, чтобы те вышли из зоны бедности. А если верить в наши статистике, то темпы роста богатства наших наиболее богатых семей не только не замедлены, они ставят рекорды, даже особенно во время специальной войны операции. И тогда у меня простая формула в голове не складывается. Как при том, что уровень жительного населения у нас продолжает падать, количество богатых и их богатство растет, таким образом при этом у нас снижается процент бедного населения. Тут есть нестыковки, но тем не менее. Не будем весь момент сами себе накручивать. Важно другое. В официальной астетике с 2012 года уровень жизни населения у нас не вырос. Даже немножко упал. Второе. Наш темп развития, ВВП наш, растет. Даже если верить тем процентам, которые нам пишут, один, два процента. Два процента выросли, потом три упали, два процента выросли, три упали. Ну, плюс-минус за последние столько лет примерно на том же уровне. При этом наши же власти констатируют тот факт, что средние темпы роста ВВП по миру составляют сегодня 3-3,5 процента. Ежегодно. То есть мир растет средними темпами. Вот за последние, значит, получается 10 лет мир в среднем вырос как минимум на 35-40 процентов. Мы остались на том же уровне. То есть это, как бы там ни было, тоже некоторый показатель. То есть вряд ли бы сегодня была бы ситуация, какая она есть, если бы страна за 10 лет развивалась с темпами 3,5 процента в год. Хотя бы среднемировые. Хотя бы. Я не говорю там быть лидером, как некоторые иностранные. И в данной ситуации, если мы продолжаем убывать, мы продолжаем убывать объем производства, реально у нас ВВП падает, отстает от линии мировой. Наша доля падает. Понимаете? Мы немного сказать, нет, у нас объем производства не упал. Там плюс минут. Еще раз. Наша доля в мировом производстве продолжает снижаться. Это первое. Второе. Наша численность населения продолжает снижаться хоть в долевом отношении к мировому, хоть в абсолютных цифрах. Это тоже, в общем-то... Значит, а почему это происходит? Мы какие-то стали себе цели, планы, задачи, и мы их не выполняем. А настолько мы их не выполняем. Или мы выполняем те самые цели и задачи, а другие поставлены. То есть, какие отклонения есть? У нас есть отклонения от цели и задачи. Если у нас есть отклонения от цели и задачи, мы ставим себе одни ориентиры, а мы достигаем других каких-то целей, значит, кто-то недоработал. Кто-то этого... Этих кто-то, простите, плохих чиновников, планяр там и тех остальных надо выбрать на ковер, сказать, ребята, мы вам ставили задачу развития, ставили, а вы чем развиваетесь. А я-я-я, мы тебя снимаем с работы, ставим другого, тот, который будет развивать. А за эти вот, к сожалению, или к счастью, или как угодно, получается, что ничего не изменилось в кадровом составе тех, кто нас с этим курсом вел, значит, что? Значит, все-таки планировалось? А кем планировалось? Ну, наверное, планировалось, как бы это мягче сказать, хозяином страны, да? Только вопрос, а кто этот загадочный хозяин? Вот, и здесь, конечно, есть на чем подумать, потому что с точки зрения логики нас, простого населения страны, возникает вопрос, а что не так мы делаем? Мы же, вроде бы, исполняем все те указания и задачи, которые нам сверху доводятся. Что мы не так делаем? Что вот при тех вводных, которые нам дают, мы вот приходим на работу, делаем то, выполняем эти заказы, такие законы. Кто не выполняет, тот иностранный агент, еще хуже там предатель, но их не так много. То есть у нас, к сожалению, не то, что нет целиополагания, у нас вообще размыта какая-то обстановка вокруг нас. Ориентиров нет. Ни плохих, ни хороших нет ориентиров. Сказали бы, вот это вот так. Можно соглашаться, не соглашаться, но был бы ориентир. Но когда группа людей называет один ориентир управляющих людей, и все дружно, без исключения, работают ровно против этого ориентира, который обозначили, то народ волей-неволей чешет текло и говорит, ребят, ну если вы нас туда кинули, а сами туда побежали, ну как-то нам стремно. Можно мы за вами? Просто туда-то и мы туда. Вы же информации больше, чем мы владеете. И если вы бежите, то мы за вами. А что вы нас туда призываете? Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем, что так или иначе до последних годов страна продолжает, в общем-то, падать в ресурсе, в динамике. И вопрос, по чьей злой воле или по объективным, или по субъективным причинам, тут, наверное, я думаю, есть смысл все-таки выходить на другие немножко этажи сознания, не искать вину в отдельном этом человеке, хотя, конечно, желание у простого обывателя, всегда есть желание найти, кто виноват, и дать ему по полной программе. Но мне вот кажется, что мы тут должны немножко перейти к другому уровню понимания ситуации и не искать конкретного виновника, а может быть, посмотреть ту или иную тенденцию более высокого порядка. Я так скажу каратный, не знаю, если захочешь эту тему, Друзья, прервемся на пару минуток, оно того стоит. Поговорим о здоровье. Хотя, конечно, наше здоровье заслуживает куда более длительных обсуждений и самое главное потом последующих действий для его улучшения, ведь это качество нашей жизни. Но как-то так странно и парадоксально устроено это самое наша жизнь, что нам всегда некогда и не хватает времени для самых существенных вопросов бытия. Многие из вас мне, наверное, могут возразить, мол, оздоравливаемся насколько возможно, ходим в зал, пьем витаминчики, пробуем разные диеты. И это все, конечно, хорошо, но, как правило, все-таки это происходит не системно и нерегулярно. А главное, всего этого совершенно недостаточно, чтобы компенсировать факторы агрессивной и враждебной социально-экономической среды, в которой мы живем. А значит, как мне кажется, нужен системный подход к своему здоровью. Уж простите меня за банальность. Конечно, такие системные методики существуют, и тут я уже не могу сдержать улыбку, потому что по поводу одного из таких системных подходов пошутили братья Стругацкие в своем бессмертном произведении «Понедельник начинается в субботу». Уж не помню, как он назывался, что-то вроде «Супер-пупер-мега-раджа-йоги». И был этот подход ну всем хорош, кроме одного. Он требовал занятий 24 часа в сутки, и каждый день, без праздников и выходных. К чему эти мои шутки-прибаутки? К простому выводу о том, что во всех наших этих оздоровительных мероприятиях требуется выделить приоритеты и акценты, ну потому что на все времени точно не хватит. Один из таких очевидных приоритетов это позвоночник, его гигиена и реабилитация. Говорю об этом по собственному опыту, потому что, как многие советские дети, я долго учился, школа, институт, аспирантура, и все эти долгие годы учения, конечно, не способствовали хорошей осанке, плюс еще все мои виды спорта, которыми я увлекался, были как на подбор, травматичными для позвоночника. Позвоночный столб, несущий внутри и спинной мозг является важнейшим проводником всех видов энергии, циркулирующих в нашем теле, нервных импульсов, от него зависит качество кровоснабжения внутренних органов, головного мозга, то есть, без устранения проблем с позвоночником, вся наша прочая оздоровительная работа будет уходить, как вода в песок. И первая проблема, которую желательно устранить сразу, касается нашего первого шейного позвонка, который называется Атлант. Проблемы с Атлантом есть практически у всех, в основном из-за непреднамеренного воздействия на него при родовспоможении, ну и из-за последующих плюс-минус травматичной жизни, бега, прыжков и так далее. Из-за подвывиха Атланта появляется мышечный тонус, в районе мышц шеи некорректно работает центральная нервная система, а из-за этого появляются проблемы по всему организму, которые нет времени перечислять, да и настроение вам портить не хочу. Поэтому, как человек, прошедший процедуру правки Атланта, рекомендую вам, уважаемые зрители, при малейшей возможности поступить так же, как я. Повторюсь, смело рекомендую, испытал на себе и проделал мне эту процедуру, лично, автор метода правки Атланта, Илья Барлаковский, с которым мы даже сняли отдельную передачу о его методе. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому ролику и в первом закрепленном комментарии от канала. Эта процедура помогла многим тысячам человек и среди пациентов Ильи много знаменитостей. Вячеслав Фетисов, Александр Овечкин, Константин Дзю, Михаил Хазин, Дмитрий Пучков-Говлин, Андрей Петрович Девятов и многие другие. И это очень хороший маркер, говорящий об эффективности метода. Уже после выхода нашей передачи эту процедуру, ну, получается, по моей рекомендации, прошли десятки человек, некоторые целыми семьями и отзывы от положительных до восторженных. Результат будет гарантирован. В передаче мы во всех подробностях разобрали, почему поправить Атлант критически важен для решения всех других проблем со здоровьем. Разобрали суть метода, показания, противопоказания, обозначили положительный эффект от этой процедуры, он есть и мгновенный и есть отдаленные благоприятные последствия, которые не менее значимы. Метод, к слову, запатентован и существует уже 10 лет. В описании к ролику помимо ссылки на эфир вы найдете все координаты центра Ильи Бурлаковского, контакты, график по городам и ссылку на сайт центра. Думаю, уверен, что эту работу нужно проделать над собой в приоритетном порядке перед всеми прочими оздоровительными мероприятиями. Успехов вам, друзья, и здоровья! Да, 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 мы, да, я так, честно говоря, и намечал, Владимир Николаевич, вы меня, как всегда, просчитали, и, ну, невозможно же, понимаете, с вами беседовать и не отклониться от намеченного плана. Можно такой простецкий вопрос? Вот я в последний, вы, прежде чем мы перейдем к таким конструктивным вещам, в последнее время слышу много криков с разных сторон политического нашего холма. с одной стороны кричат, давайте все национализируем, значит, вот там не справляются. С другой стороны кричат, нет, давайте все приватизируем. Я не знаю, я не человек, как говорится, политически неискушенный, мне интуитивно, вот подчеркивают слово интуитивно, и те крики не нравятся, и те. Что бы вы по этому поводу сказали? Это отвлечение на негодный объект одной силой и другой силой. Ну, я уже на эту тему говорил, вопрос, с какой целью мы будем приватизировать или национализировать? Приватизация якобы с целью того, чтобы поднять эффективность неэффективных предприятий, условно говоря, да? Ну, давайте так, с одной стороны, а с другой стороны доход бюджета обеспечен. У нас же не хватает доходной части. Здесь есть два аргумента, которые необходимость приватизации разбивают просто полностью в прах. То есть, первое, приватизация Союза была, 80 тысяч после этого страна потеряла, потеряла промышленность как такова, из страны ушла, ушла. Приватизация подняла, эффективность машиностроения, авиастроения, электроники не подняла. Значит, таким образом приватизация производств с высокой добавленной стоимостью привела к уничтожению более-менее развитых наших предприятий. Это первое. А приватизация сырьевых отраслей привела к чему? К тому, что мы ставим поразительные рекорды каждый год по вывозу капитала и ценностей из страны, ничего не оставляя для развития своей страны. То есть, напомню, что с 94-го года мы вывезли за пределы страны более 3-х триллионов долларов США продукции, чем ту, которую вывезли обратно. А по сегодняшнему покупательскому университету доллара мы утащили из страны через сырьевых хозяев нашего бизнеса, так скажем, порядка 16 триллионов долларов. Вот с чего приватизация. Значит, сразу мысль, ага, значит, приватизация, плохо, приватизировать не будем. Тем более, что суммы, которые выводят из страны, точно не покрывают те копейки, которые страна может получить за приватизацию этих предприятий. Тогда давайте национализируем, раз приватизировать не будем. Дальше возникает вопрос, а что значит национализация предприятий? Напомню, мы живем с вами в буржуавном обществе, где очень часто это производство является, в общем-то, основной. Ну, так вот, в Подоле основная у нас в первом моменте. Дальше возникает не может возникать вопрос. То есть, наше общество буржуазное, капиталистическое и по большому счету власть, которая у нас есть, она защищает действующий капиталистический строй. Верно? И основные элиты в нашей стране так или иначе поддерживают капиталистический строй, делают все возможное, чтобы те, кто пришел к власти, защищали действующий капиталистический строй. Правильно? Вообще возникает простой вопрос. А как же власть, которая поставлена к руководству капиталистами, будет принимать решение о национализации частное собственное средство производства? В пользу кого? В пользу народа? Извините, у нас капитализм. Нет у нас, у нас, конечно, написано в Конституции, что народ является как бы каким-то там властью. Поэтому по большому счету за словом национализация может скрываться два интересных направления движения мыслей. Первая мысль. Кто-то решил сменить строй в стране. Я в это слабо верю, потому что если мы в стране капиталистической отнимаем частное собственное производство и передаем их власть народу, это по большому счету смена нашего строя. Не уверен, что об этом шла речь на разных уровнях. И второе, он, наверное, более приходит на ум, что под фразами «давай национализацию частной собственности и средств производства» произойдет тот или иной лист передела активов с одних на другие фамилии. И, кстати, этот вариант достаточно напрашивается не потому, что старые плохо управляли, а будут лучше нового управлять. Дело в том, что основные собственники, которые пришли к владению активами огромной страны в 90-е годы, сегодня подошли к своему физическому, так скажем, ограничению по возрасту. Понятно, да? То есть, тем, кому было 30-35, сегодня им уже 60-е, больше лет. и по большому счету они назывались конечно хозяевами этих холдингов, но люди разумные прекрасно понимают, что это как бы хозяева. То есть, они, по сути дела, были назначены кем-то из реальных хозяев управлять этим активом. Сегодня этим управленцам, которые назывались хозяевами за 60 лет и управленцам, и хозяинам, и реальным хозяинам активов нашей страны пора менять контингент на более молодой. Ну, возможно, где-то придется пропустить это дело через слово, которое нравится нашему народу, национализация, а просто появятся более молодые, которым еще 30 лет пилить и пилить. В общем-то, такая мысль не может не возникать, потому что разумного понимания, а что вы под словом национализация имеете в виду, ситуация, когда мы видим нашу структуру управления активами в стране, я не понимаю. Вот, честно скажу, возникает вопрос. А дальше, скажите, пожалуйста, а Газпром это компания национализирована или нет? Вот хороший вопрос. Я хотел этот ракурс предложить. Роснефть, Газпром. Да, и в данной ситуации, ну, ребят, мы, нас приучили за 30 лет кидаться, как собаки на кость, на любой красивый лозунг. И мы так привыкли, что за лозунгом красивым словом стоит. И до сих пор мы открываем очередную красивую обертку, там дерьмо, и нас это ничему не учит. Мы это выкидываем, психуем, ругаемся на тех, кто на подстунул, нам очередную конфетку, там открываем, там снова дерьмо, нас ничему не учит опыт этих оберток, в которых ничего к вам дерьма не лежит. Но давайте все-таки за красивыми словами, лозунгами, ну, сколько нас уже можно тренировать, давайте адекватно относиться к реальности. Честно говоря, вот здесь я не сторонник как бы себя людьми королить. В нашей стране сейчас национализации не будет, потому что, первое, никто не собирается сейчас в стране делать реально левый поворот, элиты не настроены на это, себя обманывать не надо, хотя, они, наверное, телевый пускать. Второе, как вариант, если это будет происходить, это будет происходить вид переписывания, переформатирования, переставления активов с одних на другие. Ну, так, по большому счету. Не надо себя тешить и выжить. Мы хотели, значит, посмотреть на ситуацию, на всю ситуацию в аквариуме, да, а не на отдельных рыбок. Значит, первый вопрос мой тогда общий такой. вот если все-таки двигаться в сторону воспроизводства потенциала, я не верю немножечко в автортичный сценарий развития России, поэтому нам это воспроизводство потенциала придется искать либо на Западе, либо на Востоке. Восток сейчас для нас, по большому счету, сводится, наверное, все-таки Китайской Народной Республики и Владимир Николаевич. Вот лично я, опять-таки, опять-таки, интуитивно не вижу, как мы будем воспроизводиться с помощью КНР. По-моему, КНР от нас все, что ему надо, получает и так, ресурсы там дешевые и так далее. Помогать нам он особо, продавать, да, он согласен, готовую свою продукцию, но не согласен, и я не вижу такого желания делиться технологиями, помогать нам финансовых проводок. Вот что касается вот этого восточного направления экономической политики, дайте, пожалуйста, оценку, какие там плюсы, как бы, не хочу сказать, вот, не хочу сам кидаться на оберку на красивую. Будут китайцы нам помогать, не будут китайцы нам помогать. Вспоминать, что было лет назад, 150 лет назад страна наша была третья по населению на земле, да, причем мы не очень сильно, не критично обслуживали население, численность населения ни от Индии, ни от Китая. Дело не то, что там, у них там были миллиарды, у нас там, у нас были различия населения, но они были в два раза. То есть наша страна находилась в ситуации, когда численность населения была очень, очень высокая по мировым стандартам и меркам. При этом, учитывая, что Индия находилась поджесточайшим генетом Великобритании, которая там уничтожала все, и я напомню, что развитие производства в Индии при Великобритании и даже наличие элементарных, промышленных, мелких, разных предприятий считалось в Индии уголовным преступлением по меркам Британии. Понятно, да? Поэтому ситуации, когда мы с вами приходим на рассматривание законов развития диалектики, где мы говорим о том, что количество рано или поздно должно прийти в качество, мы должны понимать, что с точки зрения того, что именно в России мог произойти некоторый качественный скачок, он и произошел, потому что мы, с точки зрения объема, количество населения были одной из ведущих стран мира. Первое, и это население, как бы мы его не называли забитым и разбитым, оно было частично европейским, поэтому образовано, ну и, так скажем, для этого были у нас возможности и основания. Теперь мы это на сейчас. На сейчас ситуация несколько другая. Дело в том, что можно спорить, сколько у нас осталось в стране населения, но обозначим два момента. Первое, мы, даже если мы будем удерживать от падения численности населения нашей страны, мы видим две вещи. Огромное количество стран уже нас обогнали по количеству населения. Я вам скажу, небольшой Вьетнам уже 100 миллионов перешагнул численность населения. Вьетнам перешагнул. Пакистан нас уже по численности мы там тем более это ядерная держава. Я уж не говорю про другие страны. Поэтому тот факт, что происходит некоторое смещение в том числе моментов, связанных с развитием производства тот же Китай, но это просто неизбежно. При этом опять-таки наша страна не только падает численностью, причем достаточно быстро падает, оно еще происходит старение нашего населения. Старение населения со всеми вытекающими наша цивилизация на нашей территории, она быстро стареет. Со всеми вытекающими для этого последствиями, те, кто понимает, как идут циклы развития стран и цивилизации, понимают, что стареющая цивилизация, если ничего не происходит, она уходит с аренды, так или иначе. Поэтому для того, чтобы каким-то образом, как вы говорите, обеспечить воспроизводство чего? Для того, чтобы обеспечить воспроизводство производства товаров, для начала надо обеспечить воспроизводство молодого населения в стране. Понимаете? Если у нас численность населения может быть продержана, потому что мы позволим прожить за счет медицины лишних 5 лет бабушкам и дедушкам, таким, как я, как ты уже, нам-то с тобой уже почти 60. Это не то, за счет чего страна может заниматься воспроизводством. Мы еще можем передавать тот или иной опыт. Страны живут и развиваются за счет молодых 20-30 лет. Этот контингент должен воспроизводиться. Если этого не происходит, то все остальное это на самом деле так скажем, в пользу бедных разговоров. Поэтому в данной ситуации те же самые китайцы, они прекрасно видят положение. Я ума не приложу, а с чего бы это Китай опять-таки будет рассматривать нашу территорию по территорию, которой есть это союзник, с которым надо договариваться на равном. Стареющая цивилизация, с добывающим населением, занимающая территорию огромную, имея всего полтора... у нас за Уралом даже по официальной статистике мы не дотягиваем до 40 миллионов населения, за всем Уралом, за всем. Из них там проживают по основным городам по большому счету. То есть и мы чего ждем от Китая? Опять-таки, а почему Китай? А что надо от Китая от нас? Только наши сырьевые ресурсы и больше ничего по большому счету. Тогда скажите мне, пожалуйста, чем циничный Китай, циничный травматичный Китай, будет отличаться от циничной и прагматичной Тэтчер, которая объясняла, сколько надо людей для того, чтобы обеспечить перекачку сырьевых ресурсов для тех стран, которые их будут как бы осваивать и перерабатывать. Какого перепугу нам Китай даст лишних 10-20 миллионов пожить на перекачку этих ресурсов? С каких таких кредилей? Что такого мы Китаю можем сделать? для сравнения московская глоберация по численности и Собянин превышает количество людей, которые проживают за Уралом и что Китай должен покормить нашу московскую глоберацию? от таких прагматичных для себя мыслей. Ну, мы вот себя для чего кормим иллюзиями? Просто, честно скажу. Поэтому, еще раз, если в стране нет воспроизводства молодого населения, молодого, даже не самостоятельно, честного, то эта страна по большому счету любая, не важно, что это Россия, любая, Европа в том числе к этому можно отнести, она идет на закат. Хотите на рассвет, принимайте решение. И разговоры о том, что так и так, надо давать больше зарождения, ничего подобного. Ребята, не надо путать, что повышение уровня. Теплое смягчение, да, это абсолютно разное. Это доказано, что никакой реальной связи в этом плане этого нет. Здесь немаловажную роль, кстати, играет в том числе и определенная политика массового принуждения семей к бездетности. То есть не надо рассказывать о том, что мы там кому-то стимулируем рождаемость, ничего подобного. По факту, по факту, все наши органы власти из нас, из нашего общества делают общество потребления. Все от детского садика до школы, института, от этой организации воспитывают в нас общество потребления. А если общество потребления нас воспитывает, то для того, чтобы увеличивать свое потребление, я должен снижать количество ядоков этого самого потребления, в том числе снижая количество детей в своей семье, потому что как только я начинаю иметь детей, я снижаю это потребление. Я помню прекрасно, когда я попал первый раз в Пекин в 2006 году, и первое, вот, в хожу в номер, там телевизор показывает рекламу. Вот первое, что мне такомнилось, и в рекламе показывают счастливую китайскую семью, она красавица, там, хвата впадебная, он такой молодец, весь в черном пиджаке, белой рубашке, и у них мечты, там, яхта, квартира, дом, машина, они такие, у них все хорошо, потом такой звук, такой похоронный, черный крест на яхте, черный крест на доме, черный крест, у них появился ребенок. И они смотрят на ребенка с ненавистью. Вот из-за тебя ни яхты, ни квартиры, ничего. Это была общественно-социальная реклама на центральном китайском телевидении. Они таким образом боролись со вторым ребенком в семье. Понимаете? Мы, конечно, до такого уровня не дошли, но по большому счету этих челфрид вырастили именно наши пропагандисты. Ну так это была политика в Китае одна семья, один ребенок. И, кстати, говоря, утверждает, что лет через 15 это выйдет им таким боком вот на горизонте ближайших ровно 15 лет. Это, кстати, в отличие от Индии. Но я другую вещь хотел сказать, вернее, вспомнить на выступление Александра Александровича Аузана. Он сказал о том, что у нас, да, общество потребления, да, конечно, все играет роль, но у нас политика государства по отношению к обществу, она была, как бы это сказать, помягче. Была нацелена на выжимание рем. Ну, не на воспроизводство населения. И если я взрослый мужик, не понимаю, как я завтра себя прокормлю, с какого перепугу я буду рождать детей. Вот в Индии, Владимир Николаевич, вы правильно сказали, о доле значит, молодого населения, мало того, что Индия догнала Китай по населению. Так еще там 50% населения моложе 30 лет. Можно себе только представить потенциал этой страны к развитию. Он просто зависть берет. А у нас вот выжимали ренту, и причем этому уделялось внимание. Эта рента выжатая, она еще непонятно куда девалась. Он тоже говорил о цифре с 12 нулями, как и вы, с триллионами. И где они? Вот где их видно? В инфраструктуре там, в детских садиках может быть. Как-то это все куда-то подевалось внезапно. У меня тогда, собственно говоря, мой вопрос заключается в следующем. Ну вот вы сказали, что принимайте решение, а как можно? Что? Что надо сделать? Раз, два, три, чтобы люди опять поверили в завтрашний день, собственно, и начали рожать. Вот я понимаю, что разговор дурацкий, такой может быть преждевременный, немного наивный, но мы же говорим о будущем, то есть мы сейчас как два антикризистых менеджера. Мы фиксируем точку, где находимся, мы понимаем, анализируем причины, как мы там оказались, следующее, мы должны говорить о том, что делать. Ну вот, Владимир Николаевич, вам слово. Смотрите, сначала про Индию. Ну, что мы сказать по Индии? Похоже, Индия опять на себя принимает то, чем она была когда-то давно. это, по-моему, это дело в центре нашей стивилизации, да, за счет того, что там было много населения, когда-то там технологии, молодежь. Вот, видимо, так или иначе они возвращаются, в том числе, своей, как правильно сказать, идеологии, или мировоззрению, так скажем аккуратно. Опять же, разговариваю о том, что будет, не будет, ну, давайте так, наше поколение, это дети тех, родители, которые рождались в момент, когда шли войны, понимаете? И в ситуации, когда первая мировая гражданская война, потом финская, потом отечественная, потом японская, эти войны шли, 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 а СССР рос, и никто не забивался головой о том, как же так, у тебя же войны, все остальное рождались, и поговорите с нашими родительными материалами, как они, что они переживали за то, что там неизвестно, кто какой густ поступит, нет, почему, потому что было другое мировоззрение, были другие, государство делало некоторую политику, которая, ну, так скажем, не то, что пошряло отдельно взятого человека, кого там рожать или на рожать, это тоже, если вы помните, в советские времена был налог на бездетных, но это, он мало, на самом деле, влиял на честный вопрос, в том, что, если страна сама по себе имеет динамику развития, то в этой стране почему-то возникают процессы, независимо ни от чего, которые стимулируют рост населения в этой стране, если страна деградирует, если она падает в объемах, то, что хочешь, делай, ну, не получается в этой ситуации, как какой-то, как мягче сказать, вот мы немножко с тобой трогали информацию на сферы, такое ощущение, что, как мы ее сейчас затронем, Владимир Николаевич, да, что вот планетарное сознание говорит, ну, если вы развиваться не хотите ни разу, то зачем вам жить вообще, да, занимать тут место, ну, вспомните Писание, которое, когда Иисус засушил знакомницу, потому что она не плодоносила, зачем тебе жить, сказал Иисус, что ты растешь, дерево растешь, а подох не даешь, и она засохла, он ее засушил, а чем страна, которая не плодоносит, отличает от этой знакомности, поэтому разговор о том, что мы должны стимулировать рост населения, а позвольте спросить, с какой целью, чтобы численно из какого города увеличить, или мы что-то будем создавать таким большим количеством населения, вот, мы для чего у нас население не позволяет освоить территорию страны, многие говорят, у нас же большая территория страны, а населения мало, а когда будет населения много, она в какой части этого страны будет проживать, стесняюсь спросить, и что она будет создавать, еще больше стесняюсь спросить, понимаете, поэтому вот здесь мы уже моменты связанные с какой-то другой философией, что ли, потому что в динамике развития страны население получается не надо, более того, то, что вот мы сейчас вот Москву очень сильно переживают, вот, миграция, миграция, мигранты, мигранты, миграция, это действительно момент, который как бы волнует население Москвы, в частности, и страну начинает волновать уже целиком, а дальше возникает вопрос, а почему мигрантов так много стало в стране, а все очень просто, и я на этом уверенно говорю, что падение объемов производства, промышленного производства в стране, который, ну, очевидно произошел, не надо никого убеждать, за 91-го года численность промышленного персонала с той советской РФСР до нынешней России промышленного персонала упал более чем три раза, понятно, дальше возникает простой вопрос, если у вас промышленного персонала стало меньше, а это был высококрифицированный образованный персонал, значит, вы не нуждаетесь высококрифицированным рабочим персоналом, а объем ВВП у вас не падает, даже растет, а за счет чего он растет, за счет низкокрифицированных работ, верно, и необразованного персонала, а дальше возникает следующий вопрос, мы общество побегившего капитализма, капиталист должен, и в каждой компании часто написано, что в уставе главной целью компании является увеличение прибыли. Улучшение прибыли кого? Компании, частной компании, только капиталистов. А как капиталист может увеличить прибыль своего предприятия и себя лично? Очень просто увеличить долю присвоенного прибыльного продукта, который создается той или иной рабочей силой. То есть, чем меньше вы расходуете денег на воспроизводство рабочей силы, тем ваша прибыль, ваша частная компания становится больше. А если у вас скива высококвалифицированного, вам деваться некуда, вам придется брать русского, условно говоря, высокообразованного инженера и так далее, его выращивают. А если у вас нет высокоинженческих производств, где требуется образование, если у вас весь ВВП построен на перевозке еды на велосипеде, вам нужен высокообразованный инженер электроники или не нужен? Нет. А для вас производство водителей велосипеда намного меньше, потому что водители велосипеда живут пятером в одной комнате, а то и больше. А наши так жить не хотят. Поэтому воспроизводство нашего велосипедиста стоит дороже, чем воспроизводство велосипедиста с Востока. И как следствие, наш велосипедист становится не конкурентен. И дальше все то же самое со стройкой и всем остальным. Если в стране не будет расти высокоинженческое производство и сливой промышленности, то у нас не будет необходимости в высококвалифицированном рабочем труде. Не нужно будет образование. И как следствие, как следствие, у нас в стране будут ненужные русские. Вот чем вторая проблема. Дело не в том, что там едут мигранты, чтобы заместить выпавшее население. Вот мы говорим, у нас падает население, давайте его заместим на мигрантов. И что? И что произойдет? ВВП будет расти? Мы для чего? У нас же не хватает рабочих труб, у нас не хватает рабочих труб. Для каких работ? Для производства какого сегмента ВВП? Высокотехнологичного? Для перестаньте. Я сам мигрант, в конце концов. Понимаете? Я мигрант, понимаете? Но я белый мигрант. Я мигрант из Беларуси. И я скажу, на тех местах, где я работал, как мигрант, мигрантов в Востоке поставить нельзя было. У него не хватает количества дипломов для того, чтобы встать на мое место. Вот чем вопрос. Поэтому мигранты тоже. Я мигрант. Украинцы его мигранты были. У меня на заводе полно мигрантов в белой коже. Но это... Вопросы есть? Там, кстати, тоже... При всем при том, что страна называется социалистическая республика Вьетнам, там не надо себя обманывать. На хозяйственных отношениях процветает самый дикий капитализм. Вот. То есть, ну, тут, конечно, дело может быть не столько в том, что у нас там жадные коммерсы и барыги, а дело в том, что, может быть, скорее среда у нас такая кислотная для того же самого капитализма. Кои возможности мы, наверное, процентов на 10 даже, наверное, не используем. Собственно говоря, об этом, если вы помните, вы дискутировали с Александром Викторовичем Красновым. Не так давно, а некоторое время назад. И у меня к вам вопрос такой. Вот вы сказали, что люди нужны высоко квалифицированные. Я... Для развивающейся страны, в которой должна быть развивающаяся промышленность, наука и техника. Вот, 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 вот. Я же, когда вас, значит, начал пытать на эту тему, я вам так незателево предложил такую вилочку. А где нам искать помощь в, так сказать, в... В развитии нашей страны, да, ну, потому что в автарке это дело такое, я так понимаю, что безнадежно. На востоке или на западе? На востоке мы, судя по всему, никакой помощи не найдем технологической. Там нет своих технологий. А с западом мы побили тарелки. Возникает хороший русский вопрос. А что делать? Ну, для начала давай опять... Ты вот меня в свои иллюзии влажные постоянно затаскиваешь, а у меня свои влажные иллюзии. Дома и мы их разделим. Ну, во-первых, помощи нам откуда ждать ни Запада, ни Востока, ни нам. Потому что, как бы там ни было, мы... Неудачно сформулировал, пардон, сотрудничать с кем? Сотрудничать с кем? То есть вот... Еще раз. Сотрудничество может быть только равноправное или неравноправное. Если у нас неравноправный и разный потенциал, равноправного сотрудничества не будет. Мы сами... Виноват. Вот здесь буду жестко возражать. Индия выросла в 5,5 раза, тире в 7 раз. Точно так же неравноправно сотрудничая с Западом. Значит, как-то можно крутиться, вертеться и сживать врага со света, как боец. Вот тут я немножко не соглашусь. С некоторого периода, в новейшей истории Индии, там прослеживаются очень очевидные мероприятия, национально ориентированные, я так скажу. Направленные на снижение степени зависимости и экономизма своей территории. Да, они играли на противоречиях своих партнеров, так скажем так, по разграблению этой страны. Но сегодня это страна, которая говорит, ребята, все хорошо, ну вас всех нафиг, отдавайте мне бриллиант, отдавайте мне триллионы. С таким внутренним рынком, конечно, так можно сказать, Владимир Николаевич. У нас-то население в 10 раз меньше, чем у них. А почему так? Опять-таки, а кто снизил то самое наше население? Спасибо. 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 Спасибо.